Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова. Я вас рада приветствовать на своем канале Красота в деталях. Сегодня я предлагаю вам, дорогие милые женщины, сделать модную деталь не для маленьких девочек, а для себя любимых. Под свое любимое вечернее платье или под деловой костюм одинаково хорошо будет смотреться вот такой вот элегантный бант, для изготовления которого потребуется всего лишь один вид ленты. Это вот такая атласная лента шириной 5 сантиметров. Ну и, конечно же, красивая ювелирная серединка. Для мам-девочек особенно актуально выглядит все время стильно, элегантно, потому что ведь наши маленькие дочки все-все-все за нами повторяют, надевают наши каблуки, красят губы и так далее. Посмотрите, пожалуйста, как смотрится эта заколка на прическе. Сейчас я вам покажу. Если вам понравилась моя идея, оставайтесь, пожалуйста, со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить много нового и интересного. И давайте начнем наш видео урок. Итак, друзья, для сегодняшней элегантной заколки для мамы нам понадобится лента атласную шириной 5 сантиметров, любого приемлемого для вас цвета. Немного ленты бархатной для основы заколки, для серединки бантика шириной 15 миллиметров или полтора сантиметра. Также красивая ювелирная серединка, в моем случае это бантик, мононеть. Предварительно я подшила мононетью, это такая невидимая тоненькая, как леска, ниточка. Мы пришиваем, здесь вот отверстие, пришила к бархатной основе нашу серединку, чтобы легче ее было потом при помощи термоклея установить на серединку бантика. Также нам понадобится для того, чтобы сшивать бантик, нитка очень плотная, прочная, чтобы много слоев ленты можно было схватить этой ниточкой. И сама заколка автомат, длина моей заколочки 8 сантиметров. Естественно, пинцет, линейка, ножницы, зажигалка и термоклея. Подготовим все отрезки для нашего бантика. Для нашего бантика нам понадобится по 4 отрезка ленты шириной 5 сантиметров разной длины. 4 отрезка по 12 сантиметров, 4 по 11 и 4 по 10 сантиметров. Также будем помогать фиксировать бантик английскими булавками. Для одного ушка бантика, который выглядит вот таким образом примерно, две одинаковых детали нам нужно сделать таких. На одно ушко нам понадобится по 2 отрезка разной длины. Самые длинные 2 отрезка совмещаем вот таким вот образом на уголок правый сверху. Далее кладем отрезки покороче. Также две штуки. И два самых коротеньких отрезка по 10 сантиметров. Таким же образом совмещаем. Делаем ровненько, аккуратно. Вот что должно получиться. Для удобства можно срезать краешек и огнем зажигалки. Склеить ленточки, чтобы они не смещались. Либо воспользоваться иголочкой. И зафиксировать нашу заготовку в неподвижном состоянии. То же самое сделаем еще один раз. Также совмещаем. Накладываем сверху покороче два отрезка. И два самых коротеньких отрезка. Добавляем сверху. Вот что у нас получилось. Далее у нас приготовлена суровая прочная нитка на иголке. Буду шить белой ниточкой, чтобы было понятно, видно, как я сшиваю бантик. И приступим к сборке бантика. Первый краешек, левый короткий отрезочек, мы загибаем к серединке. И еще раз загибаем к левому краю. Фиксируем иголочкой. Второй отрезочек также загибаем. Делаем вторую волну нашего бантика. Это будет декоративный край. Вот эти части совмещаем рядышком вместе. Прихватываем иголочкой, чтобы не смещалась лента. И, в конце концов, третий ряд, третья складка нашего бантика. Таким вот образом. Вот что получается. И теперь желательно симметрично также сделать вторую часть бантика. Первая складочка. Вторая, вторая, третья. Третья. Закрепим иголочкой. Вот что у нас получается пока. И то же самое проделаем со второй заготовкой. Формируем складки нашего бантика с одного краешка и с другого. Стараемся, чтобы они получились симметричными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошивать наш бантик мы будем... Вот по такой линии... По дуге... Ниточку обязательно я закреплю, чтобы она не прорвала ленту... Потому как нам нужно будет очень много слоев ленточки прошить... Стежки должны быть симметричны на этой и на этой стороне... Чтобы бантик собрался красиво... Один стежок... Второй... Третий... И... Тоже самое... Стараюсь сделать... На другой... Половинке... На левой стороне бантика... Третий... Третий... Наслилась... Продолжение следует... Продолжение следует... ненужные краешки мы срежем и приплавим огнем зажигалки. Вот что должно у нас получиться. Теперь наш бантик нужно собрать. Продолжение следует... Если мы все сделали правильно, то вот что примерно должно у нас получиться. Теперь, когда мы присборили, закрепим нитку. Продолжение следует... Одна сторона бантика у нас готова. Прошиваем вторую часть. Делаем все то же самое, никуда не торопимся. Главное, чтобы ваша ниточка вас не подвела и оказалась прочной. Когда вы будете делать эту работу, конечно, лучше взять нитку темного цвета, под цвет ленты, а цвет бантика вы можете выбрать любой. Можно сделать в черном цвете, элегантно, темно-коричневый, шоколадный оттенок взять и так далее. Итак, прошиваем по дуге, закрепляем обязательно нитку, чтобы не прорвалась ленточка. и делаем первый стежок, второй, третий стежок. Берем иголочкой и симметрично на другой стороне бантика. Также делаем три стежка, шесть проколов иголочками. По возможности симметрично. Продолжение следует... 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 прихвачу ниточка еще две части бантика удобства работы все это мы сейчас спрячем под бархатной лентой и будет аккуратно и тоже бархатной ленточкой сделаем талию нашего бантика закрыв некрасивые места вот таким вот образом вот таким вот образом вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Бантик наш готов. Сейчас будем... Прикреплять его к серединке и украшать... Вот таким украшением, которое сделает наш бантик, конечно же, сразу очень элегантным, нарядным. Почему заранее подшила юлирную серединку к ленточке, к маленькому кусочку, чтобы легче было при помощи термоклея установить бантик, чтобы он не было видно клея. Аккуратно смотрелся и не оторвался, потому что лента к ленте клеится очень хорошо термоклея. Тем временем обратно устанавливаем нашу вилочку внутри заколки. Все работает. Можно клеить бантик к основе. Нашу полоску клея по всей заколке. И стараюсь после резинки приклеить наш бантик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой бантик элегантный. У нас получился для взрослого, для взрослой ученицы, как украшение на прическу, для мамы, дочки и так далее, длина нашего бантика 8,5 сантиметров. Бантик на заколке автомат. Если вам понравился мастер-класс, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые идеи. Делитесь видео бантика красоты другой в соцсетях. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok